Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мы приводим записи, которые называются «Житие от святых во свете Библии». Правильно ли поступали они? Кого ставят героями? Кому подражать надо или не надо подражать? Вот мы рассматриваем все это на основании священного писания. Итак, вопрос 1732. Так неужели же на Русь и не пришли проповедники, а только монахи пришли и засели по пещерам? Это мне студенты задают в университетах. Ответ. Если вы читаете Библию, то сравните вот с этим важным житием основателя монашеской жизни на Руси. Он ходит по окрестностям Киева и проповедует. Может быть? Как бы не так. Он ходит по окрестностям Киева и проповедует, может быть? Ты совершенно неправильное ударение делаешь. Считай. Как бы не так. Он ищет, где закрыться, зарыться в землю. И снова с гора Афона его голос свыше посылает. А он так ничего и не понял. И снова за лопату и за труд иноческий. Слово Божие не нужно им было. Нам принесли на Русь благословение не Христа и не апостолов, а святой горы Афон. И чернорисцев заслали. А тут и наши местные стали впадать в монашество. Так и сидим в пещерном веке. Марка 16, 15. И сказал им. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Житие Антония Печерского. 10 июля. Цитата. Призвав его к себе, игумен сказал. Антоний, иди обратно в русскую землю. Пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. Да будет с тобою благословение святой горы. Приняв это благословение, как за исходящие из уст божьих, преподобный Антоний отправился в землю русскую. Придя в город Киев, он раздумывал, где бы ему поселиться. И стало входить в монастыри, которые начали основываться инокими греками, пришедшими с митрополитом Михаилом для крещения Руси. Впрочем, эти обители не содержали чина и устава совершенного общежития. По смотрению Божию, ни одна из обителей не была угодна преподобному Антонию для жительства. Поэтому он начал ходить по окрестностям Киева, по лесам и горам. И так достиг даже Берестова. Найдя здесь пещеру, когда-то вырытую варягами, преподобный Антоний, сотворив молитву, поселился в ней, проводя жизнь в великом воздержании. Преподобный же Антоний в это время находился на Святой Горе, в монастыре своего пострижения. И опять Игумену было откровение от Бога. «Пошли, — сказал Господь Антония, — снова в землю русскую, ибо он мне нужен там». Игумен, призвав преподобного, открыл ему. «Антоний, по воле Божией иди опять в землю русскую, и добудет с тобою благословение Святой Горы». Вместе с этим Игумен предсказал преподобному, что в земле русской он явится отцом многих чернорисцев. Благословив затем Антония, Игумен отпустил его с напутствием. «Иди с миром». С этим благословением преподобный Антоний опять пришел в Киев. Взойдя на холм, где Иларион ископал помянутую небольшую пещеру, преподобный Антоний возлюбил это место, пребывая день и ночь в молитвенном бдении, усердно руками своими копая большую пещеру. В это именно время пришел к преподобному Антонию и преподобной Феодосии, будучи двадцатилетним юношей. Преподобный Антоний велел постричь Феодосия блаженному Никону, иерею и опытному чернорисцу. Сам великий князь Изослав, узнав о пострижении сына Боярского и своего любимого Евнуха, тоже сильно разгневался на стадо, собранное во имя Христова преподобным Антонием. Он повелел схватить блаженного Никона, постригавшего иноков, питая к нему за это особенное нерасположение. Он приказал Никону убеждать Варлаама и Ефрема снова жить в мире, угрожая ему заточением с его наставником Антонием и всеми находившимися в пещере. Самую же пещеру князь наберевался раскопать. Столь великий гнев князя, возбуждаемый кознями князя тьмы, понудил преподобного Антония с оставшуюся братью удалиться из пещеры в другую сторону. Господь услышал молитву преподобного. Не только разогнанные овцы снова возвратились с миром к своему пастырю, но к нему в пещеру приходило множество и других, умоляя избавить их от тьмы пути, ведущего к погибели, и обратить к свету пути спасительного. И собралось около преподобного братья двенадцать человек. Общими усилиями была выкопана большая пещера, а в ней устроены церковь и кельи, которые существуют и доселе. Вот какое христианство нам принесли. Это не выдумка, это из житей святых. Не Евангелие, они принесли лопаты. Лопаты, может быть, какие-то кирки еще были. Ему два раза на горе Афон призыв идти, а он не знает, зачем идти. Он пришел и пошел по лесам, по горам скитаться, где подходящее место найти, чтобы не копать, и нашел пещеру. И теперь туда людей совращают, совращают. Без Евангелия они еще не знают больше. Главное это ты. Никого вокруг они не видят. Страна языческая. Совершенно ни о ком не думают. Главное это молчание и молитвенное правило и соблюдают-то. Никаких молительных правил Господь не оставлял. Он сказал, непрестанно молитесь. Небеса проповедуют славу Божию. Приходят, копают землю. А теперь киевские пещеры остались. Ну и что? Кто-то обратился от них? Я там был, смотрел. Это ужас какой-то. Метро настоящее. Вопрос 1833. В житиях часто упоминают о том, что когда начинали прославлять кого-то из них при их жизни, то они уходили еще дальше вглубь лесов, чтобы сокрыться от славы человеческой. Это действительно их было? Или только для виду они так делали, чтобы из этой скромности создать себе посмертную славу? Ответ. Похоже больше на второе, потому что при жизни они много говорили о презрении славы, и чтобы труп их в болото за ноги стащили. Но этим как раз их предшественники пробили себе дорогу лежать в храмах, чтобы им поклонялись. И они это прекрасно понимали и догадывались, что и их тела, мощи новые ждут такие же почести. И любое их отклонение от славы приводило к еще большей славе, уводящей людей от истинного поклонения воскресшему Спасителю. Почему-то апостолы ни завещания не делали о телах своих, ни почитания им не было, а просто похоронили, и все. Даже единого замечания нет, что чудеса от тел их были, или мироточения, благоухания. Всего того, что потом рекою потекло в дыру без вере и в бездну отсутствия Слова Божия. Деяние 8.2 Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по ним. Началось самое настоящее языческое, дикарское, шаманское преклонение пред видимым маленьким божеством. Безбрежное поприще самодеятельности и поиск чудес, видений, сновидений и прозорливости. 1 Коринфянам 1.22 Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Чем занимаемся? Мы проповедуем. Мы это все люди. Христа распятого. Это не нравится иудеям, и все будут считать безумными, а тут все прославляют житие Саввы Сербского, 12 января. Цитата. Святой Савва создал в Атапецком монастыре палаты, одну с именем своего отца Симеона, другую со своим именем. Эти палаты остались навсегда в память их. Эти как? При жизни называют, говорят, земли своими именами. Это не гордость, ничего. Деньги были, строят палаты, своим именем все называют. Вопрос 1834. Насколько можно доверять описанию рая в житиях? Все описания аллегорические. Не принимай это описание буквально. 1 Коринфянам 2.9 Но как написано? Не видел того глаз, не слышал о ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Житие Серафима Саровского, 2 января. Цитата. Ах, если бы ты знал, возлюбленный, какая радость, какая сладость ожидает праведного на небе, то ты решился бы во временной жизни переносить скорби с благодарением. Если бы самая эта келья была полна червей, и они бы всю жизнь нашу ели нашу плоть, то и тогда надо бы на это со всяким желанием согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости. Вот так. Вопрос в 1735. В житиях описывается, что был постоянный поиск святости в людях, что более всего привлекла на самих отшельников других. Что? Когда они с кем-то ознакомились, что они старались взять? Какой опыт? Ответ. Прозрительность, предузнание своей смерти, дар исцеления, власть над бесами, чудеса. Это все поражало их воображение и приходящих к ним. 1 Коринфянам 1, 22-25. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа – Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие – премудрее человеков, и немощное Божие – сильнее человеков. И вот немудрое Божие Евангелие, оно мудрее в тысячи миллионы раз монашеских выдумок. Господь отделил из мира людей, из мира, то есть делами отойти. Я не говорю, чтобы взял их из мира. Они перевернули все эти слова Христа. Житие Марии Египетской, 1 апреля. Цитата. «Если бы было можно, – отвечал ей святой старец, – я хотел бы всегда следовать за тобой и видеть твое светлое лицо. Руки у нее были сложены, как подобает у лежащих в огробу. Лицо обращено на восток». Прочитав надпись, старец прежде всего подумал, кто мог это начертать. Святая, как она сама говорила, не умела писать. И ничто удивляло его. Не умела писать, а теперь написала. Да не умели они разговаривать, а на других языках стали проповедовать. И эта священник, чему удивляется, она на песке написала, когда умерла, похоронить ее. Куда лицом она повернула, все истолковывали. Но евангельского слова ни одного нет. Вопрос 1836. Это ко мне вопросы. Почему вы отрицаете необходимость чудес, таких как мироточивые иконы, исцеление от мощей и тому подобное? Христос же совершал чудеса, и жития святых переполнены этими же благословениями. Они явно были от Бога и укрепляли веру. И люди от чудес-то обращались на путь спасения? Чем вызвано ваше неприятие чудес? Это мне записка из зала, из аудитории. Ответ. Чудеса есть от Бога, и есть чудеса от дьявола. 2 Коринфянам 11.14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Исход 7.11. И призвал фараон мудрецов египетских и чародеев. И эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Если есть вера, то она не нуждается в подпитке от чудес. 1 Коринфянам 1.22. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. Поиск чудес как раз и говорит о недостатке веры в Бога и в Его Слово. 1 Петра 1.8. Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Вот что говорят святые отцы об этих чудоискателях. Но почему, говорят некоторые, теперь не бывает чудес? Почему тогда все крещаемые говорили разными языками, а ныне уже не так? По какой в самом деле причине теперь пресеклась и отнята у людей эта благодать? Не потому, что Бог захотел лишить нас этой чести, но потому, что Он благоволил нас еще более почтить. Каким образом? Те люди были очень неразумны, ибо недавно освободились от идольского служения. Мысль их была так груба и нечувствительна, что они были совершенно привязаны к одним плотским предметам, и, желая вещественного, ничего не понимали о дарах духовных, ничего не знали о благодати духовной, благодати созерцаемой единой верой. Потому и бывали тогда чудеса. А ныне я не имею нужды в знамениях. Почему? Потому что и без чудес научился веровать Господу. Залога требует тот, кто не верит, а я, как верующий, не требую ни залога, ни чудес. Положим, я не говорю разными языками, но я знаю, что я очищен от грехов. Они тогда не веровали этому без чудес. Затем и явлены были чудеса, как залог веры, ими приемлемой. Потому им давали знамения, не как верным, но как неверным, чтобы они уверовали. Таким образом и святой Павел говорит. Итак, языки суть знамения для верующих, а для неверующих. Не для верующих, а для неверующих. 1 Коринфянам 14, 22. А я без этого? А я без этого показываю ему всю веру. Вот причина, почему теперь не бывает чудес. Кто это говорит? Святитель Иоанн Златоуз. Нам не надо никаких чудес. У верующих будут сопровождать сие знамения. Вот видишь, что это? Кто это у меня? Елена Башкова. Башкова. Она по времени отойдет. Сейчас открыть надо. И отказать? И будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносное выпьет, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Марка 16, 17, 18. Поэтому апостол Павел говорит. Давай, говори. Итак, языки, суть знамения, не для верующих, а для неверующих. В первой кориции... То есть у них не хватает веры. Не для неверующих, а для каких-то языки. Для неверующих, которые зайдут, они скажут, не беснуетесь ли вы. А они думали, принял меня, Бог не принял. Друг заговорил на языках, ну тогда принял. Впрочем, и мы обладаем этими знамениями и чудесами только в духовном смысле. Ибо святая церковь не перестает и ныне духовным образом творить то же, что делали апостолы видимым образом. Так, когда священники при заклинании нечистых духов возлагают руки на верующих, то они благодатью Христовой, подобно апостолам, изгоняют бесов. Равным образом, когда верующий, оставляя мирские разговоры, беседует о духовном, говорит о таинствах в церкви, воспевает хвалебные гимны во славу Творца, то разве он не говорит новыми языками? Кто благими советами искореняет злобу в сердце брата своего, берет змея. Кто слышит дурные советы, не следует им, тот испевает смертное, но оно не вредит ему. Кто всеми мерами содействует ближнему своему, еще не утвержденному в благочестивой жизни, и собственным примером добродетельной жизни утверждает его в благочестии, тот как бы на больных возлагает руки, чтобы они исцелились. Какое толкование исцеления, вреда и прочее. Польза, которая происходит от таких духовных чудес, так же велика, и эти чудеса еще спасительнее, потому что врачует не тела, а души. Святитель Григорий Двоеслов. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Иоанна 14, 12 Чудеса есть дела, которые, кажется, превышают порядок естественный, и своей необычностью всех приводят в удивление. Например, воскресить мертвого и одним словом исцелить безнадежно больного, или остановить течение воды, такие дела подлинно превосходят силы человеческие, и свойственны только тому, кто сотворил союз всех вещей, и им управляет, и изменяет его по своему изволению, или, как говорит апостол, который держит все словом силы своей. Но такие чудесные дела открывают только власть и славу всемогущего правителя тварей, а орудия, через которые они совершаются, остаются только орудиями, и чудеса не всегда являются доказательством их святости. Мы с удивлением читаем в Евангелии, что некоторые, творившие чудеса, в последний день суда скажут, разбирающему человеческие дела, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Матфея 7, 22 Однако при всем том им будет сказано, «Я никогда не знал вас!» Матфея 7, 23 «Сотворил я, — говорит Бог, — землю и небо, даю и тебе силу созидания, сотвори землю небом, ибо можешь». Бог все творит и изменяет. Но эту власть дал и людям. Так любящий отец, рисуя сам, хочет и дитя свое научить этому. «Сотворил я, — говорит Бог, — прекрасное тело, даю тебе силу к лучшему созиданию, сотвори ты прекрасную душу». Повелел я, чтобы земля прорастила траву и всякое плодовитое дерево, скажи и ты, да прорастит земля тела твоего свой плод и изведет действие по твоему изволению. Творю я зной и мглу, утверждаю гром и созидаю ветер. Создал змия, там этот левиафан, которого ты сотворил играть в нем, то есть дьявола, и тебе без зависти дарую эту власть. И тобою может быть поруган дьявол, если хочешь, ибо можешь, как птицу связать его. Повелеваю я солнцу сиять злым и добрым. Подражай и ты, подай от своего имения и благим, и злым. Я терплю обиды и благодетельствую обижающим. Подражай и ты, ибо можешь. Благо творю же не для воздаяния, подражай и ты, и твори благо не ради воздаяния и не для взаимной палаты, платы. Зажег я светило на небе, зажги и ты светлее их, просвети пребывающих во тьме, ибо узнать Бога есть большее благодеяние, чем увидеть солнце. Не можешь ты сотворить человека, но можешь сотворить праведного и благоугодного Богу. Я существо сотворил, ты украсть его волю. Обладаю я, говорит Бог, ангелами, а ты Христом. Эти свойственные человеку чудеса есть дела, которыми он возносится выше прочих подобных ему людей или возносится и выше себя самого. Хочешь ли, человек, твори чудеса, преодолей склонности, которые других порабощают себе, и яви торжество своей победы над ними. Гнев воспаляет тебя против того, кто причиняет тебе обиду, и воспаленный яростью хочешь ты отмстить ему? Вспомни слово Господне. У меня общение и воздаяние. Великодушно перенеси этот удар и, подражая твоему Господу, прости обиду, как и он простил распинателям своим. Такое богоугодное расположение достойно быть причислено к чудесам, и будешь чудотворцем. Плотская страсть помрачает твой разум и склоняет или отягощает совесть, или нарушит обеты, данные Богу. Собери в себе столько сил, чтобы мужественно стать против этого искушения и не уступить плоти. Такая победа подобна величию чудес, и будешь чудотворцем. Несчастья сокрушают тебя и приводят дух твой в уныние, а иногда и в отчаяние. Поставь против них благоразумие и, утвердив себя упованием на благой промысл Божий, возьми в пример Иового, претерпевшего все виды несчастий, и сделай бессильными их нападения. Такое мужество, необычное для слабосмертных, явится чудесным предачами нашими и ангельскими, и будешь чудотворцем. Платон, митрополит Московский Вот, пожалуйста, что надо делать? Не те чудеса искать, а вот эти. И дальше. Название книги «Деяния апостолов» не кажется ли ясным, известным и очевидным для всех? Но вникните хорошенько в слова, и вы увидите, какая глубина в нем. Ибо почему не сказано «чудеса апостолов»? Почему не названа книга «знамения апостолов»? Или «силы и чудотворения апостолов», но «деяния апостолов». Ибо ни одно и то же «деяние и знамения», ни одно и то же «деяние и чудеса», между теми и другими большая разница. Деяние есть дело собственного усердия, а чудо есть дар божественной благодати. Видишь ли, какое расстояние между деянием и чудесами? Деяние есть плод собственных трудов, а чудо есть явление божественной щедрости. Деяние получает начало от нашего намерения, чудо своим источником имеет благодать Божию. Последнее есть дело небесной помощи, а первое человеческого произволения. Деяние слагается из того и другого, из нашего тщания и из божественной благодати. А чудо является одну только небесную благодать и нисколько не нуждается в наших трудах. К деяниям относятся быть кротким, целомудренным, умеренным, обуздавать гнев, побеждать похоть, подавать милостыню, являть человеколюбие, подвязаться во всякой добродетели. Вот в чем состоит деяние и труд, и пот наш. А чудо состоит в том, чтобы прогонять бесов, отверзать очи слепым, очищать тела прокаженных, исцелять расслабленных, воскрешать мертвых и другое подобное этому совершать сверхъестественно. Видишь ли, какое расстояние между деяниями и чудесами, жизнью и знамениями, нашим усердием и Божьей благодатью. Доброе поведение само по себе может спасти тех, кто имеет его. По этой-то причине блаженный, доблестный и чудный Лука назвал свою книгу «Деяния апостолов», а не «Чудеса апостолов». Хотя апостолы чудеса творили, но чудеса имели свое время и прекратились. Деяния же во всякое время должны являть в себе все, желающие получить спасение. Итак, нашему подражанию предлагаются не чудеса, а деяния апостолов, чтобы не сказали «Не можем!» «Нет у нас сил таких!» Апостолы мертвых воскрешали, прокаженных очищали. Пресекая такое бесстыдное оправдание, святой Лука говорит «Не чудеса, а добрая жизнь вводит в Царствие Небесное». «Итак, поревнуй жизни апостолов, и ты будешь иметь нисколько не менее апостолов, ибо не чудеса сделали их апостолами, но чистая жизнь» святитель Иоанн Златоуст. «Дело это», то есть распространение христианской веры, подлинно, великое и чудное, непрестанно во всех концах земли, на востоке и на западе, на севере и юге, всем безгласно провозглашает, «Есть Бог, который все может! Есть Бог, который из тьмы творит свет! Есть Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины! Есть Бог, который послал Христа своего в мир обратить заблудших и привести к себе удалившихся! Это великое и чудное дело, как перстом указует на Бога Всесильного, Преблагого, Пребудрого! Ибо, во-первых, кто были те, кто обратился к вере во Христа? Язычники, прельщенные хитростью, мечтаниями и привидениями дьявольскими, закосневшие и утвержденные в нечестие и дал поклонством! Должен быть здесь вышеестественный свет, который просветил бы их душевные очи и показал тьму и прелесть! Во-вторых, кому обратились язычники от своей прелести? Ко Христу, о Котором никогда не слыхали, отверженному иудеями, распятому на кресте, повешенному между двумя разбойниками и умершему! Признали единого, истинного и триипостасного Бога те, которые в многобожие закоснели и состарились, поверили небесным и вышеестественным тайнам, оставили плотоугодную и беззаконную жизнь, суету и роскошь мира сего, и возлюбили смиренную и добродетельную жизнь Христову! В-третьих, кем эти народы, подобные диким зверям, обращены в христианскую веру? Двенадцатью апостолами! Чем обращены? Не оружием, но словом! Кто они были? Люди припростые и необразованные, уму человеческому это непонятно! В-четвертых, сколько препятствий ставил враг растущей вере Христовой? Каких не изобретал мучений для ее благовестников и для верующих? Но ничего не успел он, рассыпался весь злой совет. То было Божие дело, сила Божия так действовала. Этими мыслями воспользуйся при размышлении об истине и небесном происхождении христианского учения. Святитель Тихон Задонский. Магия служила для Симона Волхва средством к достижению цели сделаться всемирным мессией. Он знал слабую сторону современного человечества. Суеверное, потерявшее религию, философию, общество легко принимало богохульные и дерзкие фокусы подобных шарлатанов. Симон уверял, что он может делаться невидимым в случае опасности и снова являться в видимом образе. Может проходить сквозь горы и скалы, бросаться с высоты и удерживаться на воздухе небесными силами, чудесно освобождаться из уз. Из заключения в темнице может бездушные стуканы превращать в живых людей, вызывать чародейством из земли светущие деревья и кустарники, проходить сквозь огонь, совершенно изменять лицо, становиться двуликим, даже превращаться в овцу, в козла, летать по воздуху, делать золото и прочее. Совершал ли Симон что-нибудь подобное? Отцы церкви святой Ипполит, Иустин мученик, святой Ирине Леонский, а также Ориген, Тертулиан, блаженный Ироним и другие не сомневаются в том, что он совершал много чудесного, но совершал нечистой силой. Нельзя отрицать возможность совершения чудесных действий волхвов, судя с богословской точки зрения и по свидетельствам о таких действиях в истории. Спаситель предостерегал, что явятся многие лжехристы, которые совершат великие знамения. Почему же Симон не мог быть одним из таких лжехристов, избранным сосудом дьявола по выражению апостола Петра труды Киевской Духовной Академии. Не странно, что чудеса Антихриста будут приняты беспрекословно и с восторгом отступниками от христианства, врагами Бога. Достойно глубокого внимания и плача то, что чудеса и деяния Антихриста приведут в затруднение самих избранников Божьих. Епископ Игнатий Бринчанинов. Так, ну Василия Великого еще. Житие Василия Великого 1 января. Цитата. Тогда Василий сказал, благословен Бог наш отныне и до века, который озарил светом истины ум твой Еву и привел тебя из крайнего заблуждения в познание своей любви. Если же ты хочешь, как ты сказал, жить со мною, то я объясню тебе, каким образом нам заботиться о нашем спасении, избавляясь от сетей здешней жизни. Продадим все наше имение и раздадим деньги нищим. А сами пойдем в Святой Град видеть тамошние чудеса, там мы еще более угримимся в вере. Когда они пришли в Иерусалим и обошли с верой любовью все святые места, помолившись там единому Создателю всего Богу, они явились к епископу того города Максиму и просили его окрестить их в Иордане. Епископ, видя их великую веру, исполнил их просьбу. Взяв клириков своих, он отправился с Василием и Ивулом к Иордану. Когда они остановились на берегу, Василий пал на землю и со слезами молил Бога, чтобы он явил ему для укрепления его веры. Потом с трепетом вставши, он снял с себя свои одежды, а вместе с ними совлекся ветхого человека и, войдя в воду, молился. Когда святитель подошел, чтобы окрестить его, внезапно спала на них огненная молния и вышедший из той молнии голубь погрузился в Иордан и, всколыхнув воду, улетел на небо. Стоявшие же на берегу, увидя это, вострепетали Житие Давида Силумского 26 июня Цитата Святой Давид построил себе палатку под миндальным деревом. Тут, подобно птице доброгласной, он утешил всех, притекающих к нему многополезными словами. Мужественно перенося то стужу, то сильный зной, он сделался как бы бесстрастным. И так как он угасил в себе огонь плоских вожделений, то его не мог ополить и огонь вещественный. Однажды он взял в руки разжженный уголь и, возложив на него фимиам, предстал пред царем и кадил на него, причем руки его нисколько не пострадали от огня. Увидев этот царь удивился и поклонился угоднику Божию в ноги. Вообще своей жизнью и творимыми чудесами святой Давид много изумлял людей. Житие Николы Чудотворца 6 декабря Цитата по своем рождении еще в купеле крещения он три часа простоял на ногах никем не поддерживаемый, воздавая тем честь Пресвятой Троицы, великим служителям и предстателям коей он должен был явиться впоследствии. Это вот непонятное вот три часа он стоял я всегда смотрел на это как на какая-то приписка ребенок три часа представь в купеле стоит еще бы он там стоял люди стояли но ее смотрели упадет или не упадет ребенок может ухватиться воду любит ничего нету совершенно никакого чуда здесь нет да и три часа ты понимаешь что такое три часа зачем оно нужно тоже никакого объяснения нету тут вот понятно слова святых отцов Богу нашему слава я